Добрый день, уважаемые зрители телеканала Уллправда ТВ. Вы смотрите вашу любимую, нескучную информационную рубрику «Пресс-ботва». В студии Антон Картошкин и сейчас я расскажу вам, на мой взгляд, о наиболее интересных событиях в нашем регионе, которые за прошедшую неделю заметили журналисты печатных электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Рубрика «Потребитель народной газеты» рассказывает о том, как правильно называть разные виды хлебобулочных изделий. Многие люди имеют обобщенно-поверхностное сведение о хлебе, называя его лишь серой или белой. К примеру, буханка – это хлеб в виде кирпичика, каравай – главный свадебный или праздничный хлеб, чаще всего круглый, который делит для угощения всех присутствующих на торжестве. Калач происходит от древнерусского слова «кола», что значит «колесо». Также в России уже давно прижились и иностранные названия разновидностей хлебобулочных изделий. Так, маффин считается маленькой круглой или овальной выпечкой, преимущественно сладкой, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Донат – это американский пончик, сладкое мочное изделие, жареное во фритюре. А вот бритцели – кренди, популярный в Южной Германии. Батон – это белый хлеб продолговатой формы, в переводе с французского означающий «посох» или «палка». Ко всему прочему, сколько-то лет назад наши мамы и папы ходили в магазин за сайками. Так назывался белый хлеб, приготовленный по эстонскому рецепту и поэтому названный по-эстонски «сайка» от слова «сай», означающего «белый хлеб». Рубрика «Соседка среды обитания» сообщает, что американские ученые опубликовали исследования о влиянии ярких черт характера человека на болезни, которые он из-за их приобретает. Оказывается, что именно характер может привести к диабету и инсульту. Основываясь на классическом делении на четыре психотипа с определенно ярко выраженными чертами темперамента, ученые заметили, что меланхолики больше других подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. У них велика возможность развития инсульта. Холерики отличаются импульсивностью и вспыльчивостью. У них может быть нарушен отток желчи. Чаще у холериков встречаются заболевания печени, поджелудочной железы и желчно-каменная болезнь. Флегматики довольно часто имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Возможно, такие заболевания, как гастрит и язва желудка. Сангвиников психиатры называют самой здоровой категорией людей. Но и они могут страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. Случается, что эти жизнелюбивые люди злоупотребляют алкоголем. К национальным изданиям газета «Канаш» рассказывает о том, что чувашская общественность в этом году отмечает 150-летие со дня создания нового чувашского алфавита Иваном Яковлевичем Яковлевым. Событие это произошло на нашей симбирской земле. Так, на заседании с полкома Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии решили установить памятник алфавиту в виде стилизованной буквы «А». Автором проекта является Виктор Аван Март. Городская архитектурная комиссия определила место установки рядом с музеем «Симбирская чувашская школа. Квартира Яковлева». К районным изданиям. Газета «Родина Ильича» Ульяновского района задалась вопросом, нужна ли летняя трудовая практика. Шагая по улице родного села с огромным мешком мусора, подростки заставляют прохожих 10 раз подумать, прежде чем бросить фантик или обертку от чего-либо мимо урны. А самое главное, коллективный труд объединяет, результат вдохновляет, а доверие важного дела воспитывает ответственность. Ни с чем не сравнима радость подростка, осознавшего, что он научился делать то, что не умел еще вчера и качественно выполнил порученную ему работу и этим помог другим. Такая работа стала возможной для учеников Тетюшской средней школы при сотрудничестве с филиалом регионального кадрового центра в Ульяновском районе. 12 юношей и девушек работали в составе трудовой бригады с 5 по 20 июля. Такой командой были срезаны погибшие кустарники, очищена большая территория парка от сухой травы и листьев, бытового мусора, приведены в порядок клумбы около памятника воинам-защитникам. Ребята услышали много положительных отзывов и слов благодарности от местных жителей за проделанную работу. Обозреватель старомайенских известий Наталья Дементьева в своей заметке сообщила, что в селе Русский Юрткуль благодаря инициативе местной старосты Ольги Родионовой и неравнодушных сынчан своими силами, обустроивших детишкам безопасное место для игры и отдыха, появилась новая детская площадка. С открытием такой площадки на улице Молодежной село словно преобразилось и помолодело, заметили юрткульцы. Журналист издания «Новое время» Базарно-Сызганского района Алина Сергеева в своем материале «Сама себе кутюрье» рассказывает об Оксане Есиной, жительнице базарного Сызгана, большая часть гардероба, которая шита своими руками. На вопрос журналиста «Где вдохновляетесь на создание работ?» молодая женщина отвечает, в студенческие годы обменивалась подругами журналом «Бурда», там можно было посмотреть готовые выкройки, мастер-классы по шитью и рукоделию. А сейчас помощь интернет, где есть масса информации. Родные Оксаны очень рады ее хобби. Они могут обратиться к ней для пошива одежды, ведь шитая вещь под конкретного человека смотрится выгодно, но и необыкновенно интересно. Спортивные новости региона узнаем со страницы еженедельника «Чемпион». Журналист Александр Агапов безумно гордится за 20-летнего ульяновца Никиту Егорова. Молодой спортсмен первым из ульянских легкоатлетов получил нейтральный статус и теперь сможет выступить на ближайшем первенстве мира среди юниоров, который состоится в столице Кении, Найроби, с 17 по 22 августа. В эпоху международного бана Всероссийской Федерации легкой атлетики сам факт допуска наших спортсменов к соревнованиям за пределы страны уже веский повод для радости. Постоянный автор информационного портала «Управда.ру» Юлия Ныкина в своем популярном топчике на сей раз делала подборку из социальных сетей с фотографиями в подсолнухах. В разгар лета сотни ульяновцев спешат создать яркие фотосессии в полях с этим растением. А как иначе, эти желтые раздоли просто созданы для летних образов. Также автор рекомендует обдумать свой образ перед выездом в фотолокацию. Девушкам подойдет однотонный сарафан желтого, оранжевого или молочного цвета. Запястье можно украсить массивным браслетом или цветными фенечками. А мужчинам рекомендуется присмотреться к шортам, нейтральных цветов и белой рубашке или футболке. Портал Медиа 73 сообщает, что Ульяновская детская школа искусств номер 7 получила новые музыкальные инструменты. В числе пополнений труба, флейта, аккордеон и балалайки. Также приобрели акустическую систему, 4 радиосистемы с головными микрофонами и 2 комплекта сетевого оборудования. На новых инструментах будут играть воспитанники оркестрового отделения и участники оркестра народных инструментов. Кроме того, школа заключила контракт по приобретению акустического рояля и фортепиано. Поступление инструментов ожидается уже в начале сентября. Дополнительно планируют закупить гусли звончатые, балалайку Приму и балалайку Контрабас, а также еще один аккордеон. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа-73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова